Чем лечить ссадины кроме подорожника? Какие яйца вкуснее, что натворил гранат, по мнению христиан? Узнаем сегодня. Здравствуйте, в эфире итоговый выпуск программы Старый базар. Многие обращают внимание на цвет желтка яиц, но полезные ярко-желтые, те, что побледнее, на окрас влияет питание курицы. А вот какие вкуснее крупные или мелкие куриные яйца, расскажут старобазарные эксперты. Мы не будем задаваться банальным вопросом, что же было раньше, яйцо или яичница. А выясним, что было раньше в яйце, белок или желток. 8 октября отмечали Всемирный день яйца. Его 15 лет назад утвердила Международная яичная комиссия. Есть и такая нужная организация. И вот что выяснилось. На празднично накрытых яйцами старобазарных прилавках крупные яйца несут куры, которые на воле не гуляют. А те, кто бегает в поисках пищи, просто не выносят их, поэтому выдают меньшие по объему. Но зато меню этих несушек разнообразнее, а значит и содержание микроэлементов яйца тоже. У меня вот и броны родились. А эти гуляют по воле во дворе. Корма в принципе одинаковые. Но это вот еще добавку, конечно, и ракушку кушают, ну, червячков кушают по-любому. Эту траву даем, все червячков по-любому они есть. Хранить яйца советуют острым концом вниз, так они дольше сохраняют свежесть. Держать их лучше в прохладной глубине холодильника, а не на двери. А коричневые яйца или белые на вкус совсем не влияет. Есть породы кур, которые несут голубые и даже зеленые яйца. Но дело, как говорится, не в упаковке, а в содержании. Раньше, конечно, желтки были желтее, белки белее, куры веселее. Зато сейчас цены выше. Вы знаете, подорожало, подорожало. Во-первых, корма подорожала. А второе, то, что несутся плохо. Очень плохо. Линька пошла, и тем более, все холодно стало. Да, цены не радуют даже продавцов. Десяток яиц на рынке стартуют от 100 рублей, доходят до 130. Летом их можно было купить за 90. А вот простая хитрость, как определить свежесть яйца. Если оно пойдет на дно в холодной воде, значит, можно смело готовить, а плавающие на поверхности лучше не употреблять. Последние грунтовые помидоры пора раскупать по высокой, но еще не конечной стоимости. А вот чем отличается помидор черри от обычного помидора, кроме цены, расскажут старобазарные эксперты. Бросаться помидорами абсолютно законно можно в Испании. На празднике Ла Томатина за один день такой помидорной битвы уничтожает 150 тонн томатов. Но с нынешними ценами у нас на рынках такими играми можно разориться. Раньше томаты относили к афродизиакам, но оказалось, что никаких желаний, кроме как их съесть, они не вызывают. Все, все, все. Мотор, камера, покатим. Помидор грунтовой, все горлыка шикарные. Уже практически последние. Так что езжу по области заморозки уже пошли. Все вкусные, без белого внутри, без проживок. Но у нас все по-настоящему. И продавцы реальны, и томаты, и очень высокие цены. Если в середине лета можно было купить помидоры и по 30 рублей за кило, а востребованный мохитос стоил рублей 70, то сейчас 80 рублей просят за мелкие томаты-сливки. А мохитос уходит к 150, но эти цены скоро станут нереальными после первых заморозков. Уже сейчас можно найти помидоры по 250 рублей, а черри доходят до 600. А еще помидоры можно использовать в качестве подорожника. Они способны смягчить последствия ожогов и укусов насекомых. Достаточно приложить кружочек томата к больному месту. Помидоры, огурцы и другие фрукты растут в цене каждый день. А некоторые экзотические плоды, наоборот, сбивают цену. Сегодня речь пойдет о самой яркой ягоде с взрывными свойствами. Гранат в переводе с латинского зернистый, но без перевода он дал имя минералу и оружию. Камень получил название за цвета, граната, за принцип действия. Если спелый фрукт разломить, он может осыпать все вокруг осколками, семенами. Но это сейчас он может ассоциироваться с оружием. А в Древнем Египте их укладывали в гробницу фараона как символ новой жизни. Судя по всему, беспроблемно веселой. Первые гранаты прибывали на старый базар из Африки и Ирана, а теперь поспели азербайджанские. Они первые, но они еще кисненько, кисненько есть. А сладкие будут сладкие. Будут где-то в конце октября. Гранат относится к ягодам и растет на очень маленьких деревьях, а иногда и кустарниках. Это полный заряд витаминов, причем съедобные и полезные не только сочные ягоды. В гранате идет в пищу все, буквально. Корочка, это расстройство, желудка пьют. Ягоды, они все такие вот это. Можно мариновать мясо, соусы разные делать. И в таком чистом виде он очень вкусный и полезный. Урожай многих овощей и фруктов сейчас распродается, и они растут в цене. А вот гранат только начинает нашествие на прилавке и двигает ценник в противоположном направлении. Если в конце октября просили 100 рублей за штуку, то теперь 200 рублей за кило. А это значит, что один средний плод стоит около полтинника, и чем ближе к Новому году, тем дешевле будет. Старобазарные эксперты прогнозируют снижение цен до 100 рублей за килограмм в декабре. Кстати, у мусульман гранаты помогают уладить споры с совестью. Ешь яркие ягоды, избавляешься от злобы и зависти. А у христиан, наоборот, считается, что искушал змей первых людей не яблоком, а гранатом. Этот овощ мы едим недозревшим, как оказалось, а еще и платить за него сейчас придется в три раза больше, чем летом. Речь про зеленый огурец, который в спелом виде должен быть желтым, но мы просто не дожидаемся его спелости и срываем раньше. Зеленой и желтой тыквой называют огурец, а все потому, что мы привыкли есть его недозрелым. Так он гораздо вкуснее. А когда желтеет и становится в ботаническом смысле спелым, жевать его уже не хочется. Этот частник выращивает свои огурчики, они из таганрога. Они прямо сладкие, свежие. И каждый вечер они собирают, утром мне привозят. И они очень-очень сладкие, на иголочках. И этот огурчик на каждый день их можно брать и кушать. Пока еще нету турецких, это идеальные огурцы. Этот прохладный овощ, а точнее трава, способен снизить температуру. И его рекомендуется есть в жару. А вот парадокс. Огурец на 96% состоит из воды, а его едят, чтобы убрать отеки. Еще он облегчает кашель и уменьшает боль в горле. Многие злоупотребляют низкой калорийностью огурца. И неделями жуют только его для похудения. Но так вместе с килограммами можно потерять и здоровье. Такая диета – это практически все равно, что пить только воду. А еще, чем больше есть огурцы, тем сильнее будет хотеться чего-нибудь калорийного. Они прямо как грибы растут цены. Дорогие, но очень вкусные. Платить за вкусный овощ приходится больше буквально с каждым днем. В начале октября огурцы стоили 100 рублей килограмм. Теперь уже взяли планку в 150. А к Новому году будут на уровне 350 рублей за кило. Кстати, многие владельцы кошек уверены, что их питомцы боятся огурцов. И резко от них отпрыгивают. Но дело не в зеленом овоще. Авторы роликов обычно неожиданно кладут огурец рядом с хвостатыми. И те просто пугаются внезапности. Так можно и кабачком напугать, и собакой. Интересуйтесь рыночной в прямом смысле экономией и оставайтесь с нами. До встречи через неделю.